Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления Министерства внутренних дел России по городу Москве пресечена незаконная банковская деятельность. Оперативниками было установлено, что злоумышленники создали структуру для совершения нелегальных финансовых операций. В противоправной схеме использовались десятки подконтрольных фиктивных организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали оказание маркетинговых услуг. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с заказчиком с вычетом вознаграждения в размере 19,5%. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержаны активные участники группы – неоднократно судимый мужчина и две женщины. По данным сотрудников Столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, оборот криминального бизнеса достигал 2 млрд рублей, а незаконный доход превысил 370 млн рублей. Следователем Главного следственного управления Главного управления МВД России по городу Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ. В офисах и по адресам проживания фигурантов сотрудниками Столичного УЭП и ПК было проведено 11 обысков, в ходе которых изъяты печати компании-однодневок, компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение. В настоящее время троим подозреваемым предъявлено обвинение в инкриминируемых деяниях и избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.